Давай, я понял, все, посмотрим. Ну смотри, нажимай кнопку, и мы будем выфилить. Ну все, запись есть, да? Сейчас я опубликовать на странице сделаю, и она появится. Я на твоей. Сейчас, секунду, секунду, еще нет. О, вижу. О, супер, все, пошло. Секунду, секунду, еще нет. Окей, ну все, мы в эфире. Друзья, рад приветствовать всех. Сегодня у меня эфир с Михаилом, а Михаил со мной. Всем привет, Анна. Михаил – опытный инвестор. Когда последний раз, когда первый раз инвестировал, Михаил? Когда начал? О, слушай, это был… Короче, я не помню точно, какой год был, но биточек был 50-100 долларов. Он только начал на слуху. Вот это моя первая была инвестиция. Неудачная. Почему неудачная? Мы сидели с партнером по бизнесу в офисе, и он такой, слушай, говорит, тут такая какая-то штука набирает популярность. Он мне скинул, я заглянул, и в этот же вечер, по-моему, биржа MGTox называлась, я залил 75 тысяч рублей. И вот по всем, знаешь, канонам хомяков, как их называют, да, вот растет график, я, значит, залетаю, он падает, я продаю. Я весь весь… Залил еще 75, в общем, за два дня я слил 75 тысяч, вывел назад свои 75 и сказал, так, все, пока на этом я закончу. Вот это был первый опыт мой. Биток был 50-200, и вот через несколько дней после этого я увидел, как он до тысячи набрался. Вот у меня хома душила, я такой, вот это был первый опыт, да. Супер. Вот смотрите, сразу же здесь, друзья, кто нас смотрит, вот совет от опытного инвестора первый, покупать на падение, а не на росте, да, а продавать на росте. Да, сегодня поделимся с вами опытом. Я могу так буквально в двух словах рассказать вообще, кто это такой. Да, 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 да. Я Михаила пригласил на эфир, потому что мы пообщались, и я понял, что вот у человека есть живой реальный опыт и зарабатывания, и потерь, и работы на разных рынках, на разных инструментах. Вот, поэтому вот сегодня хочу, Михаил, тебя попросить рассказать, про то, что ты для себя вынес из инвестирования, да. И потом вот очень важный, на самом деле, вопрос мне задали подписчики. Я бы тоже, мы с тобой обсуждали его, да, тоже хотел, чтобы мы ему уделили время. Это вопрос о том, а как сохранить, знаешь, вот, если ты получил потери, то как продолжать инвестировать? То есть как вот этот барьер, такой, знаешь, он же формируется, то есть ты же потерял деньги, да, то есть, и как снова в это пойти, причем пойти, ну, скажем так, правильно. Вот у тебя такой опыт есть тоже, и поэтому вот хотел бы еще такой вопрос обсудить сегодня. Давай, давай мы с тобой вообще в таком режиме диалога будем двигаться, да, где-то я прокомментирую, где-то ты, исходя из своего опыта. В целом понятный вопрос, прям разложим его по полочкам. Я сейчас тогда представлюсь чуть-чуть. Меня зовут Михаил, да, Михаил Киль, мне 41 год. Если говорить про инвестиции, а мы сегодня именно об этом будем говорить, в них я примерно лет 8. Ну, то есть, двигался прямо лет 8 профессионально, и в какой-то момент я как раз-таки выгорел, как вот, да, то есть, получил вот этот большой болезненный удар, который выбил меня с рынка. Последний раз это было в осенью 2020 году. К этому моменту я, по сути, потерял весь свой капитал. У тебя там написано с 10 миллионов до минус 10 миллионов рублей, с 10 миллионов долларов. С 10 миллионами долларов там ничего не случилось. Это деньги инвесторов, привлеченные в одну из компаний, которые, собственно, там управляются, и все с ними в порядке. Но свой капитал, да, я растерял, и это очень больно, поэтому, друзья мои, сегодня прям послушайте, потому что эти правила, они писаны кровью и потом, прям реально кровью. Ну, серьезно. Самое главное, книжки написаны, да, Миш? Да. Книжки написаны, книжки читаются, но между знать и делать огромная разница, потому что, когда мы говорим, ой, да я это уже знаю, на самом деле мы себя обманываем, потому что мы что-то прочитали, это мы просто проинформированы. Вот просто информация. Когда я это применил, это уже какой-то навык. А когда я знаю, это значит, что я это применил и получил результат, и я этим пользуюсь. Вот это знаю. Поэтому, да, можно 10 раз услышать о том, что там нужно откладывать, заходить с холодной головой, соблюдать математику, money management и так далее. Можно один раз просто взять и, ну, действительно, применить это на практике, и тогда уже получается вот этот навык. В общем, суть какая? Опыт есть в фондовом рынке, то есть в рынке акций, в частности, в IPO. Это достаточно рисковый актив, если мы говорим про это. А российский или американский? И тот и другой. Мы участвовали в том и другом. То есть мы работали на нескольких брокерах. Это компания, которая занималась консалтингом и, соответственно, давала некую аналитику и инсайдерскую информацию своим подписчикам и за это получала определенную комиссию. Но деньги были все на счетах инвесторов. У брокеров типа интерактив брокерс, экзанты, если говорить про наш, да, там рынок российский. И мы еще тестировали еще одного брокера, забыл, как он называется. Вот. Был большой, огромный опыт в рынке крипты, и мы там тоже что-то типа IPO. IPO – это первичное размещение акций, да, когда там какая-то компания выходит на рынок. А в крипте мы делали то же самое. Тоже находили какие-то компании, где забирали небольшую локацию, заходили в пул и на предстарте забирали какое-то количество токенов. Ну, потом там выстрелит, не выстрелит, условно говоря. Ну, и разные другие модели были. Получилось все так, что вот к этому периоду, когда я потерял все, я сделал ряд очень серьезных глупых ошибок. Первая моя ошибка была, и я считаю искренне, чтобы заходить на рынок инвестиций, нужно, чтобы у тебя был какой-то, ну, я не скажу стабильный, ну, чтобы у тебя было какое-то дело или доход, который тебе приносит деньги, на которые ты живешь, на которые ты там, ну, делаешь какие-то повседневные траты, там, платишь за квартиру, машину, за семью и так далее. Потому что я, когда работал с людьми, которые приходили в первый раз на рынок инвестиций, они думали, что инвестиции это какой-то холодильник, который будет давать вот прямо, то есть, которому можно прийти и там открыть его и покушать каждый день. Ну, то есть, вот мне нужны деньги, я могу с него достать. А вот вообще не так. Вообще не так. И если у человека нет, ну, источника дохода, он всегда будет, ну, с каким-то ожиданием от того актива, в который он заходит. И тут вообще не важно, в какие инвестиции человек идет. И когда человек с этим ожиданием, он будет совершать очень много ошибок, потому что ему есть надо, отплатить надо. И, конечно, он будет, ну, с большей тревожностью наблюдать, больше за этими графиками следить и, соответственно, делать больше ошибок. Вот это моя большая ошибка была. Это важный момент очень, то, что ты сейчас сказал, очень важный. Это правило, я его называю, что, может быть, такое выражение слышал тоже, инвестиции это лишние деньги. Да? Они лишние не в том, что это какие-то деньги ненужные, а в том смысле, что они свободны от обязательств. То есть я сейчас больше такую вот фразу применяю, что деньги, которые я вкладываю в инвестиции, это деньги, которые свободны от моих обязательств, от каких-либо. Да, вот ты сейчас перечислил, там, текущие расходы. Да даже то же самое, да, там, типа, что у меня нет планов на эти деньги в отпуск поехать через год. Да. Или, не знаю, там, жене подарок купить, там, шубу какую-нибудь. То есть вот все, что угодно, да, то есть надо понимать, что все, инвестиции это как бы реально свободные деньги, чтобы не кропеть вот над этими деньгами, как сказать, каждый там, каждый день там, что происходит. Да. Потому что есть реально риск, можно потерять, а с другой стороны, можно серьезно ошибиться, если не следовать той стратегии, которая приводит реально в доход, то есть которая содержит в себе и риски. И понятно, реализация рисков, это неотъемлемая часть инвестирования. Ну, случилась у тебя просадка, ну, окей. Но если это деньги, на которые ты собираешься жить, то, конечно, ты в момент просадки просто продашь, у тебя не выдержит голова. Да, страх и жадность – это две эмоции, которые управляют абсолютно всем рынком финансов. Абсолютно на любом рынке работает это. На страхе мы продаем, на жадности мы залетаем, когда не надо, и вот ездим на этих качелях, на этих эмоциях. Я первый раз это увидел, я больше 20 лет работал в банковской сфере, и первый раз это увидел. В 98-м году я пришел в банковскую сферу, и в 2004-м у нас был такой локальный банковский кризис в России. Зарождалась система страхования вкладов, и, в общем, я увидел, как народ покупает валюту, когда она уже растет. А потом, короче, через там, когда ажиотаж заканчивается, они такие, ой, о чем мы сделали? Это было, когда я помню, с 35 долларов в доллар вырос до 70, там, за осень. Это было в 98-м году. Я помню, когда доллар вырос с 5-6 рублей до 20-30 рублей. У меня у отца одномоментно деньги обесценились, и тогда тоже люди ринулись покупать, чего только не покупали. У меня отец купил компьютер и сделал ремонт. Ну, хотя бы хоть что-то. Он без понимания вообще, то есть это никакой финансовой границы не было, и вот он подумал, что вот это будет лучшим решением. Ну, что-то твердое. Да, что-то твердое. Да, да, да. Спасибо за него. Спасибо за то, что через свой опыт именно показываешь. Даже первый твой случай про то, что, первый случай инвестиций, да, то, что купил на росте. Туда же. Ну, тогда вообще не было понимания, что такое рынок, что такое финансовый актив. То есть вот это пример там человека с, так сказать, с нулевой информацией, который просто зашел, посмотрел. И таких же большинство, реально таких большинство. Нам что-то сказали, что-то растет, надо побежать, быстрее купить. И это, конечно, жадность. Это жадность. Вот первое правило, свободный, да, от обязательств, деньги, это очень важно, потому что огромное количество людей через меня проходило, которые просто залетали в кредиты, заходили в сомнительные схемы и потом, ну, очень горько плакали. Но это всегда оборачивается в очень большой эфире, когда ты на эти деньги действительно рассчитываешь, да, когда ты хочешь к какому-то сроку, чтобы вот что-то у тебя выстрелило. Так не бывает. Так не бывает. Иногда порой рынок может весь год там находиться где-то в низах и вдруг пошел булран, да, и вот она, звездный час тех, кто спокойно жил, радовался, да, и там на инвестиции откладывал. Вот это первое правило, которое я реально уяснил, и оно очень важно. Слушай, ну, хочу здесь сказать, что на самом деле на рынке есть разные инструменты, и если там не хочется риска, да, можно купить облигацию. Пожалуйста, гарантированный срок, гарантированная доходность, там, хорошего эмитента выбрал, и, пожалуйста, у тебя там доходность к вкладам там плюс 2, плюс 3 процента годовых ты уже заработал, да. Но когда мы говорим, конечно, про акции, то там гарантированного ничего нет. Это 100%. Ну, это прибегаем сейчас, приходим ко второму правилу. Я бы его, я не знаю, как его назвать, но план должен быть 100%, план должен быть. То есть, когда без плана заходишь на финансовый сектор, ты похож на, ну, я про себя сейчас говорю, как обезьяна с гранатой, ты кидаешься на все, тут растет, туда побежал, тут растет, сюда побежал. Когда нет четкого плана, вопрос времени, когда ты тоже растеряешь деньги, потому что в моей жизни, ну, вот, по крайней мере, там, где я потерял капитал, как раз-таки, так и сработало. Плана не было. Была случайность, которая позволила мне умножить капитал в 3 раза. я схватил корону, да, и подумал, что, ну вот, все, сейчас мы вот таким вот образом будем двигаться. Второй раз я приумножил капитал от первоначального приумноженного в 2 раза, и на третий раз я, собственно, вот зашел там в сделку и слил абсолютно все в чистые нули. Это был как раз-таки к вопросу, что, как, как в этом покер называется, алын. И это тоже, да, когда ты, ну, постоянно вот так вот заходишь раз, заходишь два, вопрос времени, когда случится статистически, да, какая-то ошибка. Поэтому план должен быть, план на конкретно твоего портфеля инвестиционного, план на какой-то личный финансовый план, исходя, чтобы ты посчитал вообще, что к тебе приходит, что от тебя уходит, соответственно, какие цели ты преследуешь, да, исходя из этого плана. И уже, исходя из этого, начинать, я бы тут, конечно, обратился к профессионалу 100%, это однозначно, друзья мои. Вот наставник, это тот ускоритель, который может вас там в любой сфере, ну, очень сильно вы вырастите с ним, неважно там, куда вы заходите, потому что всех книг вы не перечитаете, всех фильмов не пересмотрите, всех курсов не пройдете. Если вы планируете, так скажем, инвестиции, как, ну, некий побочный источник дохода, лучше взять человека, кто в этом разбирается, кто реально там все шарит, кто понимает, и который сможет с вами вот это все разложить по полочкам, чтобы у вас, ну, было понимание. Это 100% нужно сделать, и на это лучше не жалеть денег. И под наставником, я сейчас вам, тут тоже, да, разное, то есть не нужно думать, что если вас человек позвал в какую-то сомнительную тему, и говорит, сейчас мы тут положим миллион, да, и в месяц по 30% будем зарабатывать, я тут все разобрался, все надежно, ну, нет, это не то. Я имею в виду человека, который действительно, ну, вот в финансах работает, и который поможет тебе грамотно, исходя из твоих целей, исходя из твоих возможностей, составить вот ту маршрутную карту, по которой ты будешь двигаться, да, где будет учтено, ну, в том числе и твой риск менеджмент, он у каждого тоже свой. Ну, да, да, да. Кто-то готов больше рисковать, кто-то вообще не готов рисковать, потому что это там условно его пенсия, это и образование детей или еще чего-то. И тут, конечно, тогда нужно соответствующие активы подбирать, это нужно понимать, потому что высокая доходность, это высокие риски, это всегда так. И... Порой это, порой это игнорируется. Очень жестко, причем игнорируется, и очень больно потом, потому что параллельно, занимаясь какими-то здоровыми инвестициями, у нас был рынок, где люди лезли вот в такие вот модели, особенно это популярно было несколько лет назад, они там шумели, но они поскамились все, конечно, очень сильно. И я видел, как люди просто, как они говорили там, у меня все диверсифицировано, у меня все разложено, я типа учил все. Я говорю, а давай посмотрим. У меня, говорит, вот 10 компаний, в 10 компаниях все разложено. Я говорю, а ничего, что все эти 10 компаний пирамиды? Ну, вопрос времени, когда случится вот это. Или там, это все равно, что вложиться в 10 авиакомпаний, да, в акции авиакомпаний перед пандемией. Вот у меня диверсификация, как бы, типа, ну, то есть риски все учтены. И реально случился такой момент, когда они все упали, все, то есть там все порушилось, все попадало, и там взвыли вообще все. Вот. Тоже такой вот опыт. Ну да, давай вот об этом поговорим немножко, да, здесь ты затронул эти темы, очень важная диверсификация, и наличие плана какого-то вообще инвестиций, да, и как этот план грамотно создать, что для этого наставник, по идее, нужен. Сто процентов так. То есть я вот с чем сталкиваюсь, на рынке, к сожалению, есть инвестиционные продукты, ну, может и к радости, кому-то, может и надо. В общем, есть такие инвестиционные продукты, когда под, знаешь, под вывеской обучения финансовой грамотности человеку продают, например, пенсионное страхование или там пенсионную инвестицию, конкретную, какого-то фонда. То есть ему не дают взгляд в целом на инвестиции, там посмотреть, как работает рынок, что там, если у тебя доход, когда тебе что-то предлагают, ты спроси вообще, с какой доходностью-то хотя бы, какая доходность будет, да там, а когда тебе говорят доходность, спроси, ага, какие риски тогда, ну, то есть какая-то, чтобы вот в картине, в голове сложилась именно система, да, потому что это же инвестиции же не статичная вещь, не то, что там вот сейчас мы один раз с тобой научились, а через 10 лет что-то новое придумают, а подход-то один и тот же останется. И вот, к сожалению, есть такие ребята, которые подходу не учат, а они просто продают продукт через финансовую грамотность. и надо быть внимательным, то есть когда заходите в обучение какое-то по инвестициям, надо смотреть на то, что вам предлагают все-таки обучение или продукт, или обучение продукту. Да, да, или под игрой там обычно вот кэшфлоу проводят различные какие-то финансовые игры, где ты вроде как понял, что да, надо выходить из этих красивых кругов, и тут тебе, да, там готовенькому какой-то, реально какую-то конкретную компанию или инвестицию предлагают, да, что вот, иди туда. Да, 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 тут надо быть очень аккуратным и очень призванным. А партнер для людей, у которых нет образования, нет, ну, такого минимального образования, да, я сейчас не про высшее говорю, а в принципе образование относительно инвестиций. Ну, и по поводу плана, вот, знаешь, я в своей практике разделяю вот эти два плана, они для меня разные, то есть первый, это мой финансовый план, естественно, личный финансовый план он разный, да. Да, 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 ответил себе на вопрос, сколько я вообще зарабатываю, как я эти деньги распределяю, это финансовый план, а оттуда я, соответственно, понимаю, какой инвестиционный портфель я создаю, и главное, я ведь создаю его на будущее, то есть я сейчас создаю портфель, который на меня работать будет потом, и это тоже отдельный план, да, почему, то есть вот мы буквально вчера созванивались с человеком, довольно часто я с этим сталкиваюсь, что люди покупают акции по рекомендациям. Ну, то есть послушали рекомендацию какую-то, видят, вроде логичный человек объясняет, и это понятно, потому что любой блогер, даже вот мы с тобой, да, когда пишем или когда выходим в эфир, у нас есть такое качество характера, как астрологи говорят, это, как сказать, формирование доверия у слушателей, автоматически, и у любого человека, который что-то вещает, такое есть, потому что его слушает уже какая-то аудитория, и, соответственно, вот ему доверяют, я говорю, о, нормально, нормально, все, давай, купил, купил, и вот я потом через там полгодика, год где-то у людей у таких, которые покупают по рекомендациям, возникает вопрос, что с этим делать, как бы, что делать-то, то есть этот вопрос означает, что там не было плана, то есть план, сначала план, что делать, а потом делать, а тут получается руки вперед, головы пошли, да, ну да, и эти варианты плана могут быть разными, например, вот мы вчера обсуждали с одним человеком, одно дело, может быть план такой, что я себе формирую пенсионный портфель, и тогда я акции в него какие покупаю, например, ну, то есть, во-первых, я не только акции покупаю, а во-вторых, если акции, то я подхожу к выбору акций так, что это должны быть хорошие, надежные компании, которые еще в разных секторах, вот ты этот момент подсветил, да, должны быть обязательно, это один подход, то есть, я не жду от этого портфеля сейчас, что в течение года он вдруг вырастет на 50%, не жду, у меня ожидание не такое, я хочу, чтобы там через 10 лет у меня случилось, там, не знаю, x2, x3 хорошо, и это реально на рынке акций, а другой вопрос, есть ли у меня конкретная стратегия, я понимаю, вот есть компания какая-то там, не знаю, там Аэрофлот, или там сейчас Сбербанк возьмем, да, не важно кого, у которой все ожидают хорошую отчетность, и вышла промежуточная, и она красивая, и будет окончательная скорая, и вот я под окончательную, типа возьму сейчас, куплю ее бумагу, эту бумагу, да, и получу какой-то рост, или там, я купил под дивиденды, то же самое, там краткосрочная стратегия, или там, я не знаю, там еще что-то, ну то есть, таких вот вариантов можно набросать, но в любом случае, в начале плана, в любом случае, в начале плана, и я вот, честно говоря, еще, как это сказать, сейчас такая мода пошла, инвестировать с помощью автоследования, вроде хорошая тема, но блин, я вот как специалист на это смотрю, я думаю, ну как так, то есть, просто полное копирование, то есть, это получается, типовой рынок становится, а раз типовой рынок, то, соответственно, им управляют кто, кто это автоследование делает, ну, очень интересно, да, то есть, не компания, бумаги которой я покупаю, я на нее даже не смотрю, я просто смотрю, вот какой-то чувак там, да, что-то делает, вроде у него получается, а потом раз, ну вот, у меня там, вчера тоже с этим человеком разговаривали, он говорит, блин, я вот в автоследовании сколько-то денег закинул, а там все до сих пор красно, я думаю, нафиг мне это надо. Как раз компанию выстраивали, я вспомнил брокера, экзанты, как раз-таки, вот на этой модели, то есть, часть людей, они как раз-таки, там не то, чтобы копирование, там одномоментно осуществлялась сделка на всех счетах клиентов, пропорционально их счету, вот, то есть, мы когда, это лучше, слава богу, это как-то понятно, то есть, это некий формат такого доверительного управления по большому счету. Да, 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 то есть, там определенные пик ключи, счет твой, но при этом, вот, трейдер совершает сделку, причем там они разные, да, в зависимости от твоей стратегии, соответственно, твой счет подключен, все это настроено, довольно сложная механика, но при этом, очень интересно, что вот так вот можно делать. Прикольно, это рабочая вещь, совершенно верно, это вот 100% рабочая вещь. А так, да, когда ты понимаешь, какая у тебя стратегия, ты все, начинаешь уже по ней, соответственно, следовать и не от, не отступать от нее, что тоже, да, порой происходит. Самое главное правило инвестиций продолжать следовать своей выбранной стратегии, да. Нет, ну, с другой стороны, мы же включаем голову, да, вот по моему мнению, стратегия заканчивается или по сроку, то есть я же на какой-то срок ее для себя принял, или она заканчивается по событию, ну, например, у меня случился рост, или я поймал убыток, или там какое-то событие случилось корпоративное, да, то есть все равно она какой-то конец имеет. Конечно, конечно, это все равно гибкий инструмент, и в любом случае у тебя, в зависимости от твоей стратегии, есть такие реперные точки, где ты пересобираешь что-то, потому что ситуации разные, ну, вот, например, мы, компания двигалась четыре года на IPO, там есть счета, примеры, где люди из 50 тысяч долларов там до миллиона долларов раскачали на IPO, почему, ну, потому что вот Bull Run Bull, они росли, весь рынок рос, накачивался деньгами, печатались деньги, но они как росли, они так потом все и схлопнулись, когда случилась вот эта вот пандемия, да, там очень сильно, ну, пострадали счета людей, поэтому, конечно, форс-мажоры тоже случаются, какие-то события происходят и прочие вещи, к ним тоже нужно быть готовым, да, что, ну, что-то пересобрать, возможно, у тебя есть, всегда определенная какая-то сумма денег, чтобы вот такие моменты ловить, да, когда рухнуло все, это же, ну, как говорится, покупай на падении, да, продавай на росте, ну, такое простое правило. Ну, здесь еще поможет, поможет, знаешь, такая тема, что, конечно, IPO специфику свою имеет, но вместе с тем, даже в IPO есть разные сектора экономики, и мы, ну, я это всегда на своих курсах даю про то, что есть цикличные сектора, есть не цикличные сектора, то есть, есть сектора, которые подвержены, вот там, пандемии, там, снижению экономическому, а есть тоже, что мы всегда платим, за сотовую связь всегда платим, платим, там сотовые операторы не падают, за здравоохранение всегда платим, то же самое получаем, да, за этот самый товар потребительского, потребительские товары первой необходимости тоже всегда платят, да, то есть есть сектора, которые всегда есть, электроэнергетика та же самая, они практически не падают там в любой кризис, вот, и просто в портфеле все должно быть, вот об этом тоже надо думать, конечно. Сто процентов, сто процентов. Ну что, третий, третий твое, это, открытие. Пойдем дальше, да, я заметил такую штуку, я, когда зашел на рынок, я был предпринимателем, у предпринимателя задача, да, приумножить деньги, и когда я столкнулся с рынком инвестиций, мышление инвестора, оно немножко другого плана, инвестору важно вначале сохранить, потом приумножить, и вот здесь в какие-то моменты я как раз-таки не смог переключаться, ну то есть было очень тяжело быть предпринимателем, зарабатывать там, и быть одновременно профессиональным инвестором, здесь такой момент наступил, когда нужно было выбрать, ну, либо я туда ухожу, да, и там начинаю уже профессионально с этого зарабатывать, заниматься этим, либо я предприниматель, ну вот это вот там по какой-то модели, по какому-то плану, оно, соответственно, там каким-то образом, да, там, соответственно, на рынках крутится, я просто, например, там ежемесячно что-то довкладываю. Вот, я не знаю, правило как не правило, но здесь я бы, опять же, если я предприниматель, да, или бы я там, ну, какой-то специалист, опять же, наверное, все-таки довериться человеку и, ну вот, отдать на управление, ну, имеется в виду своего портфеля какому-то специалисту, потому что, когда ты сам заходишь, начинает подключаться человеческий фактор, начинает вот все вот это вот происходить, мы даже, знаешь, мы тестировали с партнером такую штуку, он говорит, когда человек пытается постоянно на рынке что-то делать, он совершает очень много ошибок, мы, говорит, на своих трейдерах это проверили, когда человек мельтешит, каждый день пытается заработать в течение дня, он теряет, и он провел такой эксперимент, завел счет на Тинькове, по-моему, и выделил миллион рублей, и просто ежемесячно в одно и то же время, вне зависимости от рынков, покупал на определенную сумму денег акции голубых фишек, ну, то есть топовых компаний в разных секторах, да, и через год он был в рейтинге этих вот трейдеров номер один с доходностью там что-то 70 с чем-то процентов, а там были ребята, которые прям торговали, стратегии показывали, вот, ну, то есть, не знаю, как, правило, не правило, но это я к тому, что если заходишь на этот рынок, то тут, ну, тяжело будет переключаться с бизнеса сюда, отсюда, туда, поэтому лучше все-таки инвестиции, это вот как некий побочный продукт, у которого будет какой-то управленец. Это лучший вариант, конечно, действительно, это хороший очень вариант. Я знаю здесь о том, думаю, что на входе хорошо бы для себя разделить, ну, не разделить, а принять решение, я вот иду ради трейдинга или я иду все-таки ради инвестиций. Ну, в том понимании, в котором я вот это как транслирую, что есть действительно кто хочет потрейдить, и вот это предпринимательский подход, что, ну, я хочу, то есть человек, по крайней мере, задал себе этот вопрос, а когда это в голове смешано, то тогда вот рождаются проблемы, что, ну, человек живет не по законам рынка, а когда он живет не по законам рынка, он теряет. Заходит в систему, которая работает по-своему, а он такой, как бы пытается как-то по-своему работать. Да, либо собирает разные портфели, где один… Да, либо собирает разные портфели. Это вот один из вариантов, такой живой, что вот у меня есть там портфель, это вот инвестиции в долгую, а тут я там выделил себе сколько-то денег, я ими трейдинг делаю, да, там, выделяю. Вообще разные деятельности совершенно. Хотя рынок один, и хотя это все вроде бы понимают как инвестиции, но вот по факту это разная деятельность действительно, не для всех, ну, ни то, ни другое, не для всех, да. По темпераменту может не получиться у кого-то. Да, это очень тоже важно, потому что даже по трейдерам я заметил, это определенный психологический типаж должен быть у человека для того, чтобы там работать, потому что есть определенные черты характера, которые, ну, мешают, например. Ну, реально мешают. Слушай, у меня такое вот предположение есть, не знаю, насколько, хочу у тебя спросить, как у человека тоже опытного, мое наблюдение и предположение такое, что вот человек импульсивный, ему, у него не будет хорошего результата в трейдинге или в агрессивном портфеле, потому что будет сложнее там принимать правильные решения, принимать решения, которые следуют за принятой стратегией. Все верно. Все верно. Причем это могут быть визионеры, на самом деле, в бизнесе, где это качество очень хорошо может сработать, да. Но на финансовом рынке вообще может не сработать. Действительно, да, такой человек, ну, с верой в будущее может принять решение сейчас не очень верное. Как бы чуть-чуть приукрасив некий результат в своей голове, да. И это тоже может сыграть, но на плохую шутку с ним потом. Ну, да, да, да. Слушай, я из всех еще вот докину в ошибки такие, может, техническая ошибка, но я периодически ее вижу и у своих клиентов, и видел там по коллегам, это технические ошибки, связанные с заведением сделок. Вот, там не на тот счет купил, не в том количестве, там, не заметил три ноля. Запитание там, да. Самая жесткая ошибка была у нас, уволили трейдера из банка, в котором я работал, он, в общем, перепутал золото, покупал граммы с килограммами, перепутал и, в общем, ну, да, ну, в общем, все обошлось более-менее, но все равно это критичная ошибка для профессии, и поэтому вот, если говорить... Спасибо за то, что на своем примере вот рассказал про эти моменты, потому что, ну, правда, вот ничего нового сейчас мы с тобой не сказали. Вот это в книжках, в каждой, по-моему, в каждой написано. Просто кто-то пробует уже с учетом книжек, а кто-то... Вот ты вперед, похоже, да, сначала попробовал, потом почитал. Ну, я тот, кто подключает, смотрит, потом инструкции читает. Вот из этих я. Я тебе рассказывал же, когда я приехал, вернулся в Вежевск, с Москвы, я вообще отключился от мира, провалился в очень такие состояния, но у меня была книга «Воспоминания биржевого спекулянта». Я решил ее прочитать, думаю, ну, наконец-то, 20 лет спустя, да, я приступлю к тебе, почитаем. И вот я прям читал реально с карандашом, на каждой странице подчеркивал, где-то плакал, где-то прям... Это через 10 лет уже твоего собственного опыта инвестиций ты это делал, да? Да, она мне попалась... Она реально попалась очень давно. Может, не 20, но где-то вот там, на заре еще моей юности, и вот прочитала ее буквально два года назад. То есть два года назад я ее читала, думаю, ой, так вот оно, ничего не поменялось. Психология рынка, она вот как была, так и осталась. Я, кстати, психолог, если кто не знает, это вот то, чем я зарабатываю. Я психолог. Да, если что, друзья, Михаил мне продает инвестиции, он пока не инвестор, но вернется к этому, мы сейчас это обсудим, да, он психолог и помогает людям проживать проживать эмоции в различных сферах. Да, да, эмоциональное состояние – это самый важный навык на самом деле в любой сфере, потому что если внутри война, внутри триггерит, это, конечно же, проявляется во внешний мир, и тут ты можешь ошибку сделать, что-то не заметить, если у тебя беспокойство дома, там в семье еще где-то, а ты на рынок выходишь, да, вот можешь как раз-таки ту самую запятую, граммы с килограммами испутать. И таких, на самом деле, ошибок много. Миш, ну так вот, может, ты расскажешь про то, ты в итоге-то, ну, мы с тобой обсуждали, да, что ты в итоге не отказался от того, что в перспективе ты будешь инвестировать, вернешься на рынок в каком-то виде, да? Да, да, меня со мной эта сфера привлекает, единственное, я от одного из своих наставников тут модель интересную получил, и для себя я решил, что пока я там эту первую ступень не закрою, я к рынку инвестиций не приступлю. Модель на самом деле простая, я ее все расписывать не буду, но первая ступень – это так называемый уровень бедности. это задача закрыть его, закрывается он при условии, что ты накопил там шесть своих, ну, это тоже условно, друзья мои, там три, двенадцать, ну, шесть своих месячных зарплат, и вот этот счет – это не финансовая подушка, это больше, наверное, я ее назову психологическая финансовая подушка или денежный магнит можно назвать. Для чего он нужен? Для того, чтобы ты просто чувствовал себя комфортно, просто чтобы у тебя был комфорт, внутреннее чувство защищенности и безопасности. Потому что, как ни крути, сумма какая-то определенная денег, особенно у мужчины, она действительно дает вот это состояние, что все хорошо, даже если что-то случится, ну, вот, как минимум, вот у меня это есть. Ну, да, и ваши друзья, это не деньги для инвестиций. Еще раз, я сказал, что это на счете у вас просто они лежат. То есть, перед тем, как пойти в инвестирование, важно, чтобы у вас были деньги просто на то, что если вдруг у вас что-то там случится в сфере основной активной деятельности. И здесь самое важное, наверное, это прокачать навык откладывать. Очень важная штука, потому что, ну, мало кто это умеет на самом деле. Именно навык, чтобы ты не просто там месяц-два поделал это, а прям научился платить сперва себе. Да, пусть это даже небольшие какие-то суммы, 5-10 процентов. Это тоже все зависит от личного финансового плана, потому что в моем окружении есть люди, кто откладывает 80 процентов. Они там идут в кучу кубышек. Вот. Но у них и доходы как бы хорошие, да. Начать с чего-то малого для того, чтобы вот именно вот эти новые нейронные связи создать и увидеть, что у тебя что-то начинает откладываться. Потому что когда ты накопишь вот это, все, ты уровень бедности закрыл, по сути, ты дальше переходишь в уровень там достатка. Там тоже есть определенные правила, но там уже можно приступать к тем самым инвестициям и уже откладывать на них, да. То есть начинать уже откладывать, опять же, тоже исходя из своего плана, исходя из своих возможностей. Но вот к вопросу кто-то там задавал, у меня есть 100 рублей, можно ли начать инвестировать. Наверное, можно и под 100 рублей что-то сделать, да. Однозначно можно. Можно, можно. На 100 рублей можно купить. То есть у нас есть сейчас пифы, где там от полутора рублей можно купить пай. Можно, можно там в том же банке настроить, чтобы там округлялась какая-то сумма и она отправлялась на инвесткопилку, например. Это тоже как некий способ незаметный, но какую-то сумму накапливать именно на инвестиционном счете. Не на счете там финансовой подушки, а именно на инвестиционном счете. Его тоже можно в любой момент снять, там нет никаких проблем. Но как минимум это будет тоже уже вторым этапом, что у вас будут накапливаться деньги, с которыми можно уже по инвестиционному самому плану как-то взаимодействовать и что-то с ними делать. Поэтому здесь, наверное, правило тоже вот этот навык реально себе отточить. Накопить, накопить, увидеть, что у тебя это получается и начать уже, соответственно, накапливать дальше. Слушай, получается, что ты сейчас на этом этапе находишься, да? Да. Я самое интересное, я вот четыре эти ступени посмотрел. У меня, ну там, огромнейшие деньги были в руках в свое время, да? Но я даже первый этап не закрыл. Ну, примерно порядок можешь озвучить? Я просто, знаешь, все время пишу в постах и там в эфирах, вот постоянно говорю, что ребята, независимо от суммы дохода, процент тех, кто умеет управлять своими деньгами, вот проходит этот хотя бы первый навык учиться накапливать, да? Он одинаковый. То есть сумма дохода не влияет на навык? Нет, не влияет. Вообще никак. Порядок сумм просто можешь озвучить, ребята? Потому что человек, который умеет откладывать от зарплаты, допустим, в 20 тысяч рублей 2000 и делает это стабильно, намного богаче, чем человек, который там 3 миллиона чистыми зарабатывает в месяц и все спускает. Ну, реально так. Потому что у того что-то есть, а у этого капитала никакого нет. Порядок, чего назвать, Дим? Ну, порядок сумм хотя бы, о каких ты говоришь, что суммы были большие, да, а откладывать не получалось. Ну, если можешь, если нет, то нет. Максимально я достигал дохода порядка 4 миллионов рублей в месяц, вот, ну, где-то вот полгода у меня так было, в среднем у меня было 500 миллион предпринимательской моей деятельности, вот, но в итоге там я вообще ничего не откладывал, ничего, никуда, ни в активы, ничего. И, по сути, этих денег у меня нету. Этих денег сейчас нету, да. То есть вот важный момент очень, ребят, кто нас смотрит, прямо вот смотрите, вот живой пример, человек зарабатывал гораздо больше там, не то что прожиточного минимума, нормального даже, ну, нормального уровня жизни, да. И при этом, по факту, поскольку навыка этого не было, то деньги просто уходили, да, то есть они разошлись в итоге. Да. И поэтому, неважно, сколько вы сейчас зарабатываете, мало, много, неважно, вот просто на своем уровне начните регулярно откладывать деньги, просто начните. Неважно, там, сделайте себе 10%, там, какую-то цифру пока поставьте вот для вас подъемную, и все, и регулярно делайте. Да, и самое главное, не залазьте туда, вот что бы ни происходило, вот прямо примите себе решение, что вот это, не трогай ее, да. Если не хватает денег на что-то, не хватает денег, просто не покупай, потому что вот это вот тоже… Хороший рецепт для экономики. Ну, правда, действительно. Это же мышление такого бедного человека, когда хочется сейчас, ты не имеешь возможности, и в итоге прибегаешь к каким-то вот финансовым инструментам, типа кредитов. Я сейчас не говорю, что кредиты – это плохо, нет. Это финансовый инструмент, это всего лишь инструмент, это как, ну, как нож. Вот нож – это орудие и оружие. Я могу ножом хорошо там еду приготовить, я могу палец себе порезать, да. Вопрос, в чьих руках он будет находиться. То же самое там кредит. И можно воспользоваться с умом и грамотно, да, можно очень сильно жизнь себе испортить. Я реально себе, ну, очень сильно жизнь попортил. Я потом там полез без разбора, давай тут хватает, сейчас мы вот это перезаложим. Ну, как бывает, в голове вот это вот начинается, жадность, цифры мельтешат, ага, я вот здесь 30% в месяц получу, а вот здесь плачу там 20% в год. Ну, так давай сейчас рычаг этот возьмем и туда засунем. И все. И потом боль, слезы, печать, тоска. Ну да, деньги точно не стоит инвестировать, начинать, да, и даже если ты опытный уже инвестор, тоже надо быть с этим внимательным, потому что много людей на этом на самом деле погорело и еще, наверное, погорит, да, потому что действительно вот эта жадность, она как бы есть. Налог на жадность это называется, да, налог на жадность. Вселенский налог, не государственный, да. Это тоже состояние определенной психики, когда ты, ну, как это, желаний много, да, и ты вот прям хочешь и здесь, и сейчас. И это тоже плохо будет играть, потому что ты будешь залазить вот в эти вот накопленные средства, ты опять же, исходя из этой жадности, будешь, ай-да, давай-ка я оттуда достану, потом туда засуну. Это как вот жить в долг, да, оно тут же тоже может сыграть, ну, когда ты будешь залазить сам себе же в карман, по сути, в свою же курицу несущую. Ну да, такая история. Здесь надо прямо отсекать, отсекать, все. У меня вопрос есть к эфиру, написала подписчица, мне кажется, ты и своим опытом можешь поделиться, и может быть, и из опыта консультирования. Она написала про то, что были, был опыт потерь крупных в инвестировании, да, был уже печальный опыт потери больших сумм денег, и вот как избавиться теперь от страха потери денег в работе с инвестициями, то есть человек не идет в инвестиции из-за этого. Понял, давай. Получена какая-то определенная травма, да, болезненный опыт. И мы, когда получаем болезненный опыт, любой, в детстве, в юности, во взрослой жизни, в этом опыте всегда есть значение и факты. Я сейчас объясню. Факты – это то, что можно, ну, условно доказать в суде, да. Например, там, ну, не знаю, вот этот телефон черный, это факт, все с ним согласны, да. Я там потеряла деньги на каких-то инвестициях, и теперь все инвестиции плохие. Это значение, которое я предала случившемуся. Обобщение такое, да, случившемуся? Обобщение – это значение. Значение – это то, что я предаю. Ну, например, сейчас объясню по такому примеру, простому. Я там, молодой парнишка, там, иду в школу, меня встречают подворотни, да, там, и дают мне в нос. У меня кровь течет, мне обидно, больно, я иду, плачу, там, я там такой, там, слабый, никчемный. То есть начинаю значение накидывать. Но если разобраться, что произошло? Произошло. Мне просто дали в нос, потекла кровь. Это факты. А все остальное – это значение. И это потом травмой человек несет всю жизнь. Вот здесь тоже очень важно проанализировать, потому что, когда я получил вот этот опыт, на тот момент, друзья мои, меня так штормило. Я вот Диме рассказывал. Я прям суицидальные мысли у меня были. Чтобы вы понимали, я потерял просто весь капитал в одночасье и залетел в минус 10 миллионов рублей не своих денег. Долгов. Это долги, которые мне отдавать приходится до сих пор. И у меня просто состояние было шока. Я вообще не понимал, что делать. И тогда было, ну, прям непросто. Непросто справиться. Спасибо, там, моим родителям, что они меня тогда просто психологически поддержали. Я просто понял, что так, Миш, стопы, руки, ноги есть, мы с этим как-то справимся. Сейчас просто вот так. Но, тем не менее, выпила на две недели, я просто не брал трубки, лежал с ковидом каким-то непонятным по психосоматике словишности и просто не знал, что делать. Уже по прошествии времени я понимал, что просто случился факт, что случилась вот такая вот ситуация. И в этой ситуации нужно было просто, ну, быть честным самим собой, во-первых. А во-вторых, ну, просто проанализировать, а что произошло на самом-то деле. На самом деле произошло, что я просто, ну, был жадным, я не соблюдал money management, да, я просто, ну, я сам, по сути, так бы, виноват. И виноваты не инвестиции, а просто вот какие-то определенные, ну, шаги. То есть что-то ты делал не так, ты как бы проанализировал, да, что я сделал? Конечно, да, то есть я делил значения от фактов. Значения там были кошмарные. Значения, что я неудачник, я сейчас хочу умереть, я не достоин ничего, все, там прямо куча всего сплыло, состояние жертвы и так далее. И вот в любом опыте важно вот это вот, посмотреть на это, потому что, да, опыт получен, он болезненный, но он как дротик может быть болезненный. А мы из него взращиваем гвоздь вот такой толщины, ржавый, и носим потом с собой там в сердце. И это потом превращается, ну, в боль на психосоматике, в зажимы и так далее. Здесь можно привести пример, там, не знаю, ребенок падает, ему больно, он падает, но он начинает ходить. Или предприниматель, который там 10 раз облажался, условно говоря, но это на самом деле как посмотреть? Это просто опыт, это просто опыт, да, и он с помощью этого опыта нарабатывался. Здесь надо посмотреть, а куда ты инвестировал, да, потому что, ну, большая часть людей, с кем я общался, кто получил болезненный опыт, это были финансовые пирамиды, да еще на кредитные... Это не инвестиции вообще по-честному, да, вот если разобраться, это просто... Это казино, ребят, да, казино может сработать, у меня огромное количество людей рядом было, ну, сумасшедшие деньги заработали на этих рынках. Ну, реально сумасшедшие. И это, конечно, подкупает, когда люди на это смотрят, они на это ведутся, но они не видят, что там, ну, за этими капиталами стоят вот такие вот слезы огромного количества людей, правда. Потому что они там за счет масс людей это все, да, там насобирали. Ну, то есть это кармически серьезным уроком потом прилетит, родные. Это большие последствия, да. Это большие последствия. Ладно, ты своими деньгами зашел, потерял, ну, вот, класс, опыт получил. А когда ты ведешь людей туда на убой, ну, друзья мои, это вопрос времени, когда у вас это заберут. Ты даже знаешь, Миш, я иногда слышу такой аргумент, типа, я знаю, что это пирамида, но поскольку все только начинается, я сейчас зайду и там через полгодика выйду и что-то заработаю. И даже если человек заработал, то в этом случае вот эта вот, ну, карма обмана, она все равно присутствует в этих деньгах, ну, не принесет счастья точно. Сто процентов. У меня в окружении несколько человек, они выпилились из жизни. Вот такой вот печальный, как бы, опыт в ситуациях, похоже, ну, как сказать, получше. Ну, менее травматичных, может быть, чем мои. Вот, но опять, кто я такой, чтобы судить, да, для каждого ситуация своя, для кого-то потеря 100 тысяч, это, ну, кошмар, да, для кого-то там 10 миллионов, ничего, ничего не значит. Поэтому это опыт, и он очень болезненный, и реально потом его очень долго отрабатывать. Поэтому лучше изначально, вот, я ничего не понимаю, я могу быть глупым человеком в какой-то сфере, и это нормально, я признаюсь, что я там глупый, в этом глупый, в этом глупый, там, в шахматах, там, еще в чем-то. И что нужно сделать? Нужно найти человека, кто тебе поможет разобраться. Поэтому вот то, что мы сказали, да, вот с этих базов лучше и начать, по сути. И неважно, сколько у тебя денег, консультацию ты можешь взять и уже начать, вот, исходя, да, пусть даже зарплата 15 тысяч, если такие еще есть сейчас, даже с этой зарплатой можно уже начинать, да, там, незаметно для своего бюджета какую-то сумму денег выделять. И очень здорово, да, там, риск менеджмент, соблюдая какие-то, именно вот исходя из, опять же, твоих целей. Потому что кто-то готов, там, доходность 15% получать годовых, да, только для того, чтобы просто сохранить деньги и на уровне, там, инфляции поддерживать. Вот. Вот и все. Поэтому здесь надо, ну, реально значение от фактов отделять и, ну, проанализировать этот опыт. Да, ты болезненно за него заплатила или заплатил. Ну, надо посмотреть, а что там было реально. Потому что, вот, как я сказал, чаще всего это просто, ну, иногда проще деньги в печку засунуть и хотя бы погреться можно от них, да, получишь хоть какую-то энергию от них, чем вот так. Знаешь, я клиентам, с кем работаю, там, на курсах, неважно, или индивидуально, по инвестициям, когда мы разбираем, откуда у инвестора берутся доходы при операциях с акциями, вот, я как-то контрольный вопрос задаю, откуда, ну, вот, откуда ты, как ты выберешь акцию, которая вырастет, вот, ты думаешь, вот, ты сейчас выбрал там, как ты поймешь-то, что она вырастет. Мы сейчас в прошлом находимся, как бы, да, то есть в будущем мы же не знаем, вырастет она, не вырастет. Вот, и большинство отвечает, да, кудача. Я тут все, я как бы понимаю, надо остановиться, подожди, какая удача, все четко и понятно, вот, смотри, можно отделить, вот, есть такие компании, есть такие, тут можно посмотреть, потенциал роста есть или нет, хотя бы, ответить на вопрос, потенциал есть. Другой вопрос, он может реализоваться или нет, но уже хотя бы наличие потенциала, это уже повод, да. Да, я когда с аналитиками общался, компанией вот двух, у меня просто есть друг в Москве, у которого под управлением 100 миллионов долларов, ну, у него профессиональные трейдеры, у него профессиональная аналитика, и у него даже два хедж-фонда базируют определенную часть денег. Другой вопрос. Вот, раз в момент, когда мы ехали, случился вот этот обвал, когда побрили там всех абсолютно на токене финика, как раз-таки токене из финансовой пирамиды, который был на DeFi. Вот, а если говорить про удачу, я духовный психолог в первую очередь, и изучаю мир душ и духовный мир, то есть я его изучаю не просто как теолог, да, который там стихиное описание читает, а я читаю труды очень известных гипнологов, ученых, регрессологов, которые уже давно доказали, что это существует, и карма, она есть, да, карма, она есть, реально. Поэтому говорить, что, о, удача, это на самом деле не совсем правильно, потому что, ну, ты это заслужил. Если уж удача в твоей жизни сработала, это вопрос просто о твоих благочестивых поступках в этом воплощении или в прошлых воплощениях. Вот и все. Задача-то ее увеличивать, а как бы не... Конечно, да, как минимум, ну, не протачить, как говорится, береги платье с нового, честь с молоду, и, конечно, человек, он может оправдать любую фигню в своей жизни. Так уж устроен наш ум, ум и разум, и когда ум хочет наслаждаться, да, чем-то в этой жизни, он все время ищет наслаждение. А разум, он такой больший антагонист, он такой на знаниях основан, то есть чем сильнее разум, тем разумнее человек. Поэтому говорить, что мы там homo sapiens, ну, не совсем верно, это еще надо заслужить по жизни. Так вот, ну, хотя бы, да, ну, не ломай дров, чтобы потом тебе за это не прилетело. Потому что мне люди приходили, которые говорили, да, я знаю, что это пирамида, я готов нести эти риски, все. Погнали. А потом они же приходили и плакали, это ты, это ты, это ты. Ну, то есть тут, ребят, лучше вообще на себя это не брать. Ну, как минимум, хочешь, иди без меня, да. Ну, следовать все-таки таким общечеловеческим законам. Потому что, ну, я всегда, да, когда мне начинают рисовать какие-то заоблачные проценты, я говорю, давай посмотрим на бизнес, ну, откуда это все берется. Источник, источник этого дохода где? Там есть экологичность, там, ну, вот есть польза для людей. И там начинает уже все такое, знаете, все, рушится этот карточный домик, там нет. Объяснений нету, слов не хватает. Там что угодно могут вам наплести. Я этих историй накушался, ребята, за 6 лет. Я в этом прям в пирамидах этих просто двигался. И вот куча людей вокруг меня, я со всем этим рынком общался, потому что они же были инвесторами и в фондовом рынке. То есть, да, они там где-то чего-то тоже зарабатывали, но при этом они использовали разные инструменты. Поэтому могу сказать, это всегда дорога в один конец. Да, верхушка где-то что-то заработает, кому-то повезет, так вот скажем, повезет, да. Но большинство там теряет. Поэтому здесь все-таки вот, ну, план, план, да, исходя уже из плана, исходя из грамотного финансового советника, уже двигаться дальше. Поэтому я решил для себя, что да, я в этот сектор вернусь, обязательно вернусь, буду развивать здоровые инвестиции. Сразу скажу, не бывает стопроцентных гарантий нигде. Это к вопросу, типа, есть вот такие, куда я положил рубль, а получил там полтора на выходе. Ну, нету, ну, нет такого, чтобы вот сто процентов было. И если такое у кого-то появится, мне скажите, я все деньги мира к вам принесу. Вот реально, если вот такая модель будет. Но нет, всегда есть в форс-мажоре, всегда есть какие-то ситуации. Но если ты, да, вот хотя бы вот начально вот эти правила соблюдаешь, и действительно не относишься к инвестициям, как к холодильнику, к которому можно каждый день прибежать, ну, наступит время, да, когда действительно будет какой-то обвал, где ты сможешь закупиться. Если ты, опять же, следуешь своему плану, и у тебя есть всегда средства, которые по твоему портфелю вот на это все время копятся. Будут моменты, когда будут пики какие-то, и ты сможешь, опять же, там, со своим финансовым управляющим созвониться и реализовать сделки, да, переложить их. Может так случиться, что твой финансовый план на 15 лет создан, но реализовался через 5 лет. Да, реализовался раньше, да, 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 100%. Может быть, ну, просто без ожиданий. Здесь не должно быть ожиданий, их лучше скрутить вообще в ноль. Потому что, когда у тебя ожидания в ноль, даже малейшее чего-то там, какой-то плюсик, ты будешь радоваться ему. А когда у тебя ожидания вот такие, а реализация там где-то вот такая, ты все время будешь недоволен, все время будешь недоволен, все время будешь в комплексе, в негативе и так далее. А когда ожидания на ноль, ну, нет и нет, и как бы, и ладно. У меня и так все хорошо. Нет, ну, видишь, люди же приходят в инвестиции, чтобы заработать, а не просто так. Поэтому у всех этот, ну, фактор есть. То есть я даже про себя могу сказать, да, я как бы просто так, я бы не пошел. Я понимаю, я хочу там что-то заработать, и я туда иду, пытаюсь разобраться. Ну, да, ты опираешься в любом случае на какую-то аналитику, ты опираешься на портфель, ты опираешься в любом случае на что-то, да. Да, да, естественно, естественно. Но я к тому, что если ты прям вот, понятно, что да, ожидания какие-то есть, но если их прям на ноль скрутить, будет просто проще жить. Ну, это точно. Будь не привязан вот так к телефону. У меня просто был период, я там каждую секунду обновлял. Это ужас, конечно. Это ужас, когда ты привязываешься к какому-то активу, и когда там бывает такое, что лошадь сдохла, надо слезть, а ты все равно в него веришь, ты в него веришь. И ты уже начинаешь... Нет, это будет хорошо, да. Да, приписывать ему уже какие-то человеческие качества, хотя надо уже давно оттуда было бы выйти и спокойно как бы отпустить ситуацию. Слушай, вот мы с тобой уже час беседуем. Я думаю, что надо, наверное, нам завершить, да, чтобы было продуктивно. Да, и хочу сказать, друзья, вот кто нас смотрит. Вот мы сейчас сегодня рассказывали про пирамиды. Вот сейчас Михаил в конце особенно четко очень подсветил тему. Не думайте, что сейчас нет пирамид. Их на самом деле дофига. Реально. Просто, ну, и не думайте, что когда вам предлагают какие-то инвестиции, это, скорее всего, не пирамида. Наоборот. Подумайте, а если это пирамида, и проверьте. Просто проверьте. Ничего сложного нет. Есть признаки, понятные пирамиды. То есть нужно задать простой вопрос. Михаил сегодня о нем сказал. А как образуется доход у вас в вашей предложенной схеме инвестиций? Как конкретно? Мне покажите, расскажите, откуда он. И если человек начинает что-то невнятное вам говорить, все понятно. Надо попрощаться просто вежливо и пойти дальше, да, своей дорогой. Вот. То есть сейчас пирамид достаточно много. Это не то, чтобы там МММ грохнулось, и все, теперь их нету, да, или вот Финека грохнулась, и там нету его, да, Финека. Они тоже есть. Просто для кого-то это прямо часть жизни. Пока есть жадность, будут и такие компании. И, конечно, вот эта история стара как мир, да, когда Буратино пошел закапывать свои деньги в надежде, что там они вырастут, она до сих пор работает, и огромное количество людей на это идет. Поэтому, да, здесь надо просто включать вот здравый смысл, переспать, понаблюдать, посмотреть, чтобы не было такого, чтобы вам там давай-давай-давай, бегом-бегом-бегом, все там, все не закрывается, типа надо заводить. Нет-нет-нет. Поэтому вот если вот эти правила соблюдать, уже, ну, уже будет все хорошо. Да, может быть, у тебя в твоем портфеле будет такая графа, как там, не знаю, 5% или там 2%. Даже нет, говорят, что 1-2% можно только от всего своего большого инвестиционного портфеля вот на какие-то такие рисковые истории выделять. Для того, чтобы, ну, ладно, если у тебя есть желание, да, ну, хотя бы вот, заложил 1%. Хотя бы, нет, не перестанешь инвестировать, потому что если ты туда отправишь больше, то, ну, условно говоря, у тебя там доходность портфеля, допустим, средняя там какая-нибудь консервативная там, ну, 15, окей, ну, может, 20 в год, да. И вот ты там 15-20 зарабатываешь, и если у тебя в рисковых идеях там больше 10%, значит, ты фактически можешь какой-то год с нулем остаться. А если 20, то с минусом уже фактически. То есть капитал проешь. Это недопустимая вещь, конечно. Много, конечно, можно что еще рассказывать, но давай на сегодня. Спасибо большое за эфир, за встречу. Вот, очень рад, что наши зрители пообщались хотя бы таким вот образом, да, вживую с человеком, который, ну, сам это прошел, потому что я как бы рассказываю там текстом, видео, что такое есть. Но не все в это верят, что такое есть правда. Но есть, вот есть люди, которые заработали, потеряли, как бы, да, и сделали вывод еще более того, и идут дальше. То есть вот я тебе благодарен за то, что ты это все прожил, и сейчас и другим людям помогаешь через психологию еще работать с этим. Это очень ценно. Спасибо большое тебе за встречу. Спасибо, Дима, что позвал. Во благо. Все, всех обнял ты и поднял. Давайте хорошего дня всем. Счастливо. Хорошо. Хорошего дня. Спасибо.